Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Сегодня мы с вами рассмотрим вариант игры в шашки, русские шашки, в котором белые побеждают уже на втором ходу, а черные, соответственно, проигрывают. На данную ловушку попадаются обычно либо очень слабые игроки в шашки, начинающие, либо игроки, которые не знают теорию. Как обычно попадаются в эту ловушку. Белая игра от АБ4, черные связывают, БА5, фланг белых. Белая игра от ЕД4 и черные делают вроде бы неплохой ход, ДЕ5 на самом деле он проигрывает. Либо, еще обычно эта ловушка возникает при следующем варианте, то есть ЕД4, ДЕ5, белая игра от АБ4 и черные хотят связать, белые ходят БА5 и получается вот эта ловушка. То есть после второго хода черных у них уже проигрыш во всех вариантах. Белые играют ФЕ3, точный ход. То есть белые связали полностью левый фланг черных. То есть АЖ5 не пойдешь, белые отдают шашку, одну и бьют две. Шашка лишняя. А с лишней шашкой в русских шашках всегда обычно достигается выигрыш, если равная позиция. Если, конечно, позиция, так скажем, есть изъяны у сильнейшей стороны в позиции, то возможны варианты на ничью. Но в данном случае тут выигрыш несомненный. То есть как еще играть? ФЖ5 не пойдешь, белые побьют две шашки с победой. ЕФ4 тоже не пойдешь, белые побьют в эту сторону и остаются с лишней шашкой. То есть на этом фланге игры нет. Есть ходы АБ6, СБ6, СД6 и ЕД6. Рассмотрим все возможные варианты. Ну, первый вариант АБ6. Белые нападают ходом БЦ5 на шашку. Надо закрываться БЦ7. Теперь белые нападают сразу же на две шашки. Опять надо закрываться черным. И после хода БЦ3 побили, побили. Ну, черным ничего не остается, как только сдаться. Ну, можно, конечно, еще посопределяться ходом АБ4 в надежде, что белые побьют либо в эту сторону, либо сюда. Но белые аккуратно бьют назад. То есть ЕД6 уже не сыграешь, у белых лишняя шашка. А после БА5, допустим, побили, побили, побили. У белых девять шашек, у черных восемь. Опять победа белых бесспорно. То есть ход АБ6 доказали проигрывает. Сейчас ход СБ6. Белые занимают важное поле в центре С5. То есть как играть? Если, допустим, БЦ7, то возникают варианты, которые мы уже рассмотрели. ЕФ4. Напали. Закрылись. Побили, побили. То есть это мы уже видели. Если ДЦ7, то... Так. Вышли. Если ДЦ7, то белые опять нападают ходом ЕФ4. Ну, то же самое, то есть сходили СД6, закрылись. БА3. Побили, побили. Тут черных без вариантов, как говорится, проигрыш. Есть еще интересный тут вариант сыграть. АЖ5 за черных. Так, такая позиция. АЖ5. Ну, тогда белые просто играют ЖФ4. Побили, побили. Вроде бы кажется, что черные отыгрывают шашку, но на самом деле это не так. Побили. Ну, надо бить две шашки. Если черные побьют одну, то белые просто разменяются, и шашка остается лишняя. Поэтому надо бить сюда. Белые бьют в эту сторону именно. То есть сохраняют колоночки. Черные побили. И белые, видите, за счет колонок побеждают. Отдают одну шашку, бьют две. Разменялись, разменялись. У черных пять шашек, посмотрите. У белых шесть. Белые победили. Конечно, даже с лишней шашкой надо всегда играть аккуратно. За сильнейшую сторону продумывать каждый ход. Но, тем не менее, победа белых тут стопроцентная. Так, следующий ход. СД6. Теперь белые играют БА3. Как играть черным? АБ6 нельзя, потому что БЦ5 пойдем. Отдали одну, забрали две. С выигрышем. То есть если БЦ7, вроде бы черные создали ударный кулак, грозят разменяться, то белые окончательно тут связали. Левый фланг черный ходом ЕФ4. Как играть? Остается только СБ6. И опять эту позицию мы уже видели. Белые размениваются, занимают важное поле и грозят выиграть шашку черных. Позиция. СД6. БА3. Если ДЕ7, то тоже связали. Пошли СБ6. Единственный ход. Разменялись на поле С5. Победа. Так, ход СД6 рассмотрели. Остался последний ход нерассмотренный. ЕД6. Теперь белые играют БА3. Опять грозят занять важное поле С5. Как играть черным? Если играть ФЕ7, белые связали фланг. И после вынужденного хода ФЕ7 черных, белые даже проходят в дамки. То есть выбили шашку на Д6 и прошли в дамки с выигрышем. То есть ФЕ7 нельзя играть. Так. Если ДЕ7 сыграли, эту позицию мы уже тоже рассматривали. То есть вроде бы грозят разменивать, белые связали черных. После вынужденного хода СБ6 заняли опять поле С5 с выигрышем. Остался еще один ход. Последний нерассмотренный. СБ6, БЦ5 разменялись. Заняли важное поле С5. И вот здесь черные играют АЖ5. Вот тут уже, друзья, в ЖФ4 нельзя играть. Потому что черные побьют. Белые отдадут одну шашку. Вроде бы побьют две, выиграли шашки. Но на самом деле тут уже у черных появляются шансы на ничью. Отдали ФЕ5. Побили именно сюда. И тут уже у черных есть шансы на ничью. То есть так играть не надо. За белых. Тут лучше играть следующим образом. Чтобы не давать шансов. АБ4, БА5, ЕД4, ДЕ5, ФЕ3, ЕД6. То есть сильнейшее сопротивление оказывают черные БА3, ЦБ6, БЦ5. И вот тут черные, если играют АЖ5, надо меняться ЕФ4. То есть отдали одну, побили две. У шашку черным надо отыгрывать. Они играют ДЦ7. И теперь белые аккуратно ходом ЕД2 и ДЕ3 грозят выиграть шашку черных. То есть на любой ход, вообще на любой, допустим, ЖА6, белые играют ЕФ4 и следующим ходом забирают шашку и ставят рожжон на поле Д6 с победой. Друзья, если вам понравилось данное видео, то прошу поставить палец вверх. Всем спасибо за внимание. До новых встреч! До свидания!